Приветствую вас, Элеонора. Ну, давайте мы с вами сразу определимся с несколькими моментами. Первый момент заключается в том, что, несмотря на все минусы своего мужчины, вы выбрали и вы жили с ним как-то 15 лет, потому что очевидно, что человек начал вести себя так не первый раз в жизни. Вы его выбрали и вы находились и продолжаете находиться в этом выборе до сих пор. Это первое, что важно понять вам. Соответственно, соответственно, за свой выбор вам нужно нести ответственность. Отвечать вам свои действия, отвечать за свои решения, которые вы принимали. Мы принимали или приняли. Потому что, сейчас, на данный момент, все выглядит таким образом, что... какое-то решение вы принимаете. Вот. Но отвечать за него, за это решение, вы как будто бы не хотите. Вот. Из-за чего вам плохо. То есть, вы как будто находитесь, вот. У меня особенности. Из-за этого. Из-за того, чтобы решения принимали, как-то вот, не в реальном времени. Вот. Дальше. 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 Вы говорите... Всемая семья считает, что это очень простой мужчина. Психолог сказал, что он вам не видит дрога. Странно... Странно, немножко позиция, потому что психолог говорит, что супруг видит врага, врагов-то вообще не существует, поэтому странно. Но, совершенно очевидно, что вы не уверны в себе и опираетесь вы не на себя. Ну, в принятии решений, да, на кого-то другого. Ну, например, вы опираете, допустим, на своих родных, на психологов, на себя. Исходить нужно из того, что удерживало вас все это время с мужчиной, что удерживало вас от того, чтобы не уйти, чтобы не терпеть его обиды, которые демонстрируют и прочее, прочее, прочее. То есть, что вам, грубо говоря, не нравится, что вас, грубо говоря, подавляет. Именно вас. Не муж делает что-то по отношению к вам. А вас что подавляет. Это очень важно. Очень важно вот этот момент разобрать, этот момент поисследовать, да. Дальше вы говорите, что устало ездить по тёмным квартирам, начинается с чистого листа и выслушивать какие-то вещи. Устали это делать. Согласен. Но, вы же это делали. Вы же это делали ради чего-то, а? Вы почему-то пренебрегали собой. Окей, а как влияет обида мужа на вас? Ну, демонстрирует он обиду, ну и что? Ну, и что с того, что он демонстрирует обиду, и что дальше? Вот. Вот вы говорите, муж требует секса каждый день, любой день. Хорошо. Но вы же знали, что он такой? Знали. Так почему вы увиливаете и не хотите? Почему удивляетесь, что он обижается? То есть, в смысле, вот такое ощущение, что у вас здесь есть некие ожидания, вообще оторваны немножко вот той действительности, в которой вы находите. Вот. И из-за этих ожиданий, из основы которых лежат ваши желания, мне никакой ответственности не несёт. Так что, начинать я вам, наверное, предлагаю именно с этого. Понимание того вообще, чего я хочу, как я выбрал этого мужчины, что у меня с этим мужчиной общего, вот какие у меня были от него ожидания и прочее-прочее. Вот с этого начать предлагаю. А дальше уже будет, ну, видно, что вы будете делать и как. Тут опять же, что делать, чтобы что? Цель-то какая вот? Что в основе цели? Вот. То есть, муж, он, ну, скорее всего, не изменится. По крайней мере, пока он не видит в этом проблемы, пока его всё устраивает и пока вы соответствующим образом реагируете. Поэтому, поэтому для начала, может быть, стоит рассмотреть возможность перестать реагировать на его действия. Так, как он этого хочет и ждёт. И ждёт. Например, как вариант, как вариант, как вариант. А дальше уже будет видно. Дальше уже будет видно, более-менее, что делать. Вот. Ну, вот, в принципе, такой ответ можно вам дать. Значит так. А может так. Один раз, когда были напряженные отношения, а секс не стоялся. Он ехал из дома, согласился, разводится со мной. И что дальше? А за год меня помогать ему на работе, мне на это нет времени такого. Как это у вас началось, что он зовёт вас помогать ему на работе? Как это у вас началось, что он зовёт вас помогать ему на работе? Как это у меня дошло? Пациенту чём-то недоволен, при этом у нас с дочкой почти 14 лет и приём за ребёнок 12 лет, отчёт нам три года. Где связь его недовольство и того, что у вас дети? Вот какая связь этих двух вещей? Его недовольство это одно, а дети это ваша совместная ответственность. Как бы, в том числе и приёмный ребёнок тоже. Так, я устал, значит, чистого листа, и слушайте, что надо на кухню ставить сушилку для посудили. Нет, не очень я это понял. Несколько лет назад ходил к психологам, сказал, что разводитель. Он носил с многих врага. Это странное высказывание. Родные и близкие считают, что он достойный хороший мужчина, а вообще, какой-то имеет отношение к тому, что вы чувствуете и знаете. Дочка его любит, она считает, ну, дочка любит отца, а отец, как отец, он никуда не денет, не денет, что делать. Что делать, чтобы чистого не оплатить, а низкий гомоглобин, нет времени и сил работать, то есть приёмный ребёнок сработает много времени и внимания. А-а-а-а-а-а-а-а. Нет времени и сил работать, потому что приёмный ребёнок требует много сил и внимания, а основание об этом. Когда брали его, то есть, когда, ну, приводили его в своей семье. Все время хочется спать и нет силы, желания что-то делать. Ну, для начала к врачу, вот, проверить физиологические причины, вот, а после нужно разбираться. Делать анализ в ваших отношениях с мужем, полный. Вот, разбираться в себе, в ваших чувствах, вот. Я вам рекомендую изучить такой психологический момент, как маточка Хабарт. В любом месте написать в поисковике жизненный сценарий, маточка Хабарт. Хаббарт. Вот, почитать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok